Напомню, накануне прошел Пушкинский день. В Есенинской библиотеке дети из Люберецкой хореографической школы поразили своими знаниями о творчестве первого русского поэта. Наш корреспондент Мария Кузьмичева присоединилась к занятию. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Памятник» стало пророческим. Еще при жизни поэта называли гением. Прошло более 200 лет, а его произведения не теряют своей актуальности. А сказки остаются так любимыми не только детьми, но и взрослыми. И вот уже 19-й год, в день рождения Александра Сергеевича, вся Россия отмечает Пушкинский день. По всей стране в это время проходят культурные мероприятия, посвященные творчеству поэта. Вот и в Люберецкой Есенинской библиотеке по доброй традиции собрались дети из детской хореографической школы. Для каждого из них имя Пушкина бесценно. Он сделал для нас много чего важного. Он придумал разные сказки. Красивые поэмы. Он в своем каждом произведении выводит какой-либо урок, что не нужно быть корыстным и еще каким-нибудь плохим человеком. Мне его рассказы нравились. Я у него очень много стихов получил, но все его уже не вспомнили. Сотрудники библиотеки подготовили для ребят насыщенную культурно-познавательную программу. Рассказали о творчестве и жизни поэта, провели игровую викторину и устроили настоящий киносеанс, показав сказку о рыбаке и рыбке. Вы знаете, было приятно видеть, что дети, отвечая на вопросы викторины, практически каждый поднимал руку. Это о чем говорит? О том, что они читают, знают и стремятся показать, что они знают. Для того, чтобы закрепить знания, еще больше увлечь ребят в мир сказок Пушкина, каждому гостю подарили пояркой книжке великого поэта. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютьюбе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова